Здравствуйте! С вами Марина Рыкалина и порция практических советов. Присоединяйтесь! В Самарской области полностью созрели абрикосы, и мы приступаем к сбору урожая. Самый распространенный сорт абрикоса в нашей Самарской области – Куйбышевский юбилейный, и вывел его Молчанов. Как видите, сорт высокоурожайный. Самое главное, что он самоплодный, очень вкусный. Но дерево, к сожалению, высокое – до 6 метров. У нас довольно часто спрашивают, а можно ли взять косточки, насеять, вырастить абрикосы, то есть не прививать, будут ли они давать урожай. Да, вполне можно насеять свои косточки, но желательно брать местные районированные сорта. И посев нужно произвести уже сейчас. То есть берете сейчас спелые плоды и сразу же делаете посев в грядку. Но вы должны знать, что вашим растениям не обязательно передадутся материнские свойства. Например, у нас абрикосы привитые. И при семенном размножении никто вам не гарантирует, что все ваши семицы будут иметь хорошую зимостойкость. И самое страшное, что может случиться – абрикосы выпривают. Поэтому семенное размножение – это некая игра в рулетку. Для кого-то она оказывается удачной. Для большинства – нет. Я постепенно освобождаю свои грядки, чтобы произвести новые посевы. Хочу осень встретить красиво. Не люблю я пожившие грядки. Да и урожай второй, честно говоря, получить очень-очень хочется. Надеюсь, погода позволит. Я точно знаю, что осенью захочется похрустеть свежей ароматной зеленью и корнеплодами. Поэтому сегодня буду сеять различные виды салатов. Самый крутой из них – это, конечно же, качанный тарзан. Редиски у меня неизменно. Это мечта Алисы и Дуся. Дайконы – кто какие любит. Можно выбрать как Сашу, так и дубинушку. Чем заправить грядки под посев зелени и корнеплодов? Идеальный вариант – это, конечно же, компост либо биогумус. Но ни в коем случае не навоз, перегной – там много азота. Но азот нам все-таки нужен для набора зеленой массы. Но нужен он органически и в дозированной форме. Самый быстрый способ растениям получить азот – это внесение кровяной муки. Кровяной муки нужно буквально 50 грамм на квадратный метр. Дозу превышать не нужно. И доступен этот азот будет растениям уже через неделю. Как раз появятся всходы. Какие еще есть варианты для того, чтобы получить классные и качественные корнеплоды? Это удобрения для луковичных растений. Обращайте внимание на состав. Здесь должно быть много калия. В идеале вы должны знать состав механической своей почвы и кислотность. У меня, например, почва супещаная и слегка кислая. Поэтому я выбираю на 100% натуральное удобрение для кислых почв. Обращайте внимание на состав. Азота – 6. Это нужно для набора зеленой массы. Фосфора – 4. Будут хорошо расти корни и корнеплоды. И калия – 10. Норма внесения удобрения – 50 грамм на квадратный метр. Запас питания на 100 дней. Хватит не только сейчас урожай получить. Еще и на следующий год останется. Всю эту вкуснятину заделываем в почву и намечаем бороздки. Борозды очень тщательно поливаем, чтобы внутри был хороший запас влаги. Не нужно сеять корнеплоды очень густо, в надежде, что вы их потом продернете. Вы можете повредить при продергивании корнеплод, который у вас остается расти, и он будет неполноценным, например, кривым. Посевы сверху заделываю, но поливать не буду, чтобы не образовалась корочка. На участке у нас всегда много слизней и мокриц. Чтобы их отвадить от грядки, я по периметру уже сейчас начну потихоньку присыпать диатомитом. Диатомит – это натуральный продукт, курная порода с высоким содержанием кремния. То есть мы не только вредители отваживаем, это еще и удобрение. Чем больше в корнеплодах будет кремния, тем лучше для нашего организма. Если в нашем организме будет достаточно кремния, а его, кстати, не достает, то и кальций хорошо усвоится. А вы знаете, что это кости. Ну и, конечно, еще и сосуды, там не будет бляшек. Эти вещи, как ни странно, взаимосвязаны. Здравствуйте, дорогие дачники. Погода сейчас нас не радует, поэтому мы снова возвращаемся к теме защиты от болезней. Многие видят у себя на листьях болезни и думают, что конец сезона, и не обрабатывают их сейчас. Это зря. Все грибные и бактериальные болезни вместе с листьями опадают на землю и прекрасно в ней перезимуют. И весной вы увидите новую вспышку заболеваний. Поэтому сейчас в срочном порядке начинаем борьбу. Поэтому есть препарат нового поколения. Реально это инновационная технология, которая нам позволит экологически безопасно обработать наше растение. В составе препарата находятся наночастицы серебра и меди и прилипатель из лиственницы. Меди здесь в 3000 раз меньше, чем в медном купоросе. Но за счет наноразмерности его активность очень высокая. Медь действует против грибков, а серебро против бактерий. Он не накапливается ни в листьях, ни в плодах, а создает защитную пленку по поверхности, которая действует около двух месяцев. Следующий препарат содержит комплекс лингиноразрушающих и азотофиксирующих бактерий. Он защищает от грибных и бактериальных заболеваний на почве и разлагает органику. И тем самым переводит питание в доступную для растения форму. Препарат рекомендуется использовать два раза в месяц. Этот препарат используется для обработки компостной кучи и мульчи. Этот препарат очень экономичный в использовании. Почву не нужно проливать, а достаточно лишь смочить. Если у вас на участке скапливаются органические отходы, то вы их не выбрасываете, а складываете в кучу. Обрабатывайте этим препаратом и через пару месяцев получайте хорошее удобрение. Несмотря на то, что участок у меня всего 5 соток, мне удалось подобрать плодово-ягодные культуры с таким расчетом, чтобы ни на день не оставаться без урожая. У нас уже отплодоносила практически ранее ежевика карака блэк, но начала зреть более позднее. Этот сорт называется трипл краун. Ежевика не имеет шипов, ягода очень крупная и действительно вкусная. У ежевики очень мощный однолетний прирост. Здесь у меня буквально три ветки. И именно три ветки прошлогодних сейчас дают такой хороший урожай. Этот мощный прирост на данный момент ни в коем случае нельзя подвязывать вертикально к шпалере. Почему? Осенью, чтобы укрыть ежевику, мы начнем побеги пригибать и, скорее всего, они потрескаются. Поэтому уже сейчас нам нужно придавать этим побегам более горизонтальное положение. То есть постепенно будем их приучать к тому, чтобы они у нас легли и ни в коем случае не сломались. Сделать это совсем несложно. Лентой подвязываем побег, а второй конец ленты подвязываем колышку и втыкаем его в землю. Колышки подвязаны к побегам. Аккуратно пригибаем, но смотрите, чтобы не потрескались. Чтобы вытянуть такое огромное количество ягод, естественно, ежевики, нужна порция питания. Осенью я вношу большое количество органики. Приблизительно три ведра под каждый куст. Это компост на основе конского перегной, плюс порция биогумуса, не менее пяти литров. В этом сезоне я получила просто потрясающий результат, когда выращивала некоторые свои овощи и цветы на умной добавке. И я хочу это теперь проверить на ежевике. Я выбрала добавку для клубники. Могу вам точно сказать, что у ежевики и у земляники рацион приблизительно одинаковый. Только ежевика куда более прожорлива. Внести эту порцию питания, если можно так сказать, потому что это не удобрение, это умная добавка, нужно в зону корней. А у ежевики корневая система располагается не очень глубоко, поэтому сделать это не составит никакого труда. Я уже наткнулась на корешки буквально на глубине 10 сантиметров, поэтому делая траншею, работайте аккуратно. Теперь в эту траншею я засыпаю добавку. После внесения добавки траншею заделываем, и чтобы ежевика начала брать питание, конечно же, нужно делать вовремя поливы. У нас на участках почва у всех разная. И даже если вы даете органику, а это нужно делать, есть вероятность, что каких-то элементов питания ежевики может не хватать. А это сказывается на урожае. Так вот, умная добавка, ионидный субстрат обеспечит все необходимые элементы питания для ежевики. А причина очень простая, потому что из этой добавки растение получает питание по запросу. То есть, что нужно ему на данный момент развития, то оно и возьмет. Это питание вы можете внести в любой момент. То есть, как ранней весной при посадке, так и в середине лета, и даже в конце сезона, осенью. Ведь питание рассчитано на 3 года, и оно не вымывается с поливами. То есть, весной, когда будет таять снег, все это питание останется на месте. Не переживайте. У нас колоссальные перепады температур. Похолодало, начались дожди. Но уже буквально через 4 дня будет опять жара 30 градусов. Температурные качели приводят к развитию грибных и бактериальных заболеваний. И думаю, для вас это далеко не новость. А вообще у меня правило. Независимо от погодных условий, каждую неделю все мои растения в саду получают микробиологические препараты на основе бактерий и грибов. В моем небольшом опрыскивателе находится микробиологический препарат на основе бактерии Bacillus subtilis. А еще экстракт кедра, который содержит большое количество витаминов. Это гибрид перца, ранний гибрид Веста. Не поспел он только потому, что это уже второй урожай. Первый урожай мы с него давно весной сняли. И одновременно здесь наливается 21 плод. Помните, что на солнце бактерии погибают, и такая обработка днем будет малоэффективной. Поэтому обработку проводим исключительно вечером, когда солнце садится. У меня завязался колоссальный урожай винограда, но признаки заболеваний я уже вижу. Все, что у меня остается, это сейчас каждые 5-7 дней обрабатывать биологическими фунгицидами. Урожай кабачков в этом году просто колоссальный. И плодят они у нас с начала июня. Конечно же, растение любое имеет свой срок жизни. И на кабачках уже появилась мучнистая роса. Немножко будем также ее сдерживать обработкой биологическими фунгицидами. Скажу честно, кабачков мы уже объелись, наверное, как и многие из вас. Я хочу вот этим плодам сейчас дать хорошо вызреть. Тогда они будут пригодны к длительному хранению. Через неделю я хочу кабачки с грядки полностью удалить и засеять сюда новые культуры. За 2 месяца они прекрасно успеют вырасти. На томатах в открытом грунте просто великолепный урожай. При этом я ни разу не применяла минеральные удобрения для подкормки. Хотите, верьте, хотите, нет. Дело ваше. Но сейчас я хочу попробовать каждые 5 дней использовать биологические фунгициды для профилактики. Дело в том, что до сих пор у меня нет ни единого признака фитофтороза. Фитофтороза, а вы уже жалуетесь. Как я провожу свое опрыскивание? Конечно же, обрабатывать нужно очень много, и с маленьким опрыскивателем гулять неудобно. Поэтому я делаю сразу рабочий раствор на 10 литров. У меня есть автоматический опрыскиватель на 10 литров. Я добавляю туда питание, инсектициды, если есть в этом необходимость, но строго биологические. И уже вечером гуляю по всему саду. Многие культуры уже отдали нам свой урожай. Это жимолость, крыжовник, смородина. Другие культуры только-только начинают нас радовать урожаем. Это ремонтантная малина и земляника. Ветки сливы приобрели плакучую форму под тяжестью урожая. Я просто настаиваю, что в своем саду можно и нужно обходиться без минеральных удобрений. Моя земля их никогда не видела. Но мой сад благухает. У меня нет, конечно же, рекордных урожаев, но они большие, и их вполне хватает на две семьи. И я сегодня буду подкармливать все свои культуры концентрированным, универсальным, на 100% органическим удобрением нового поколения на основе куриного помета. И сразу вам хочу сказать, что тот куриный помет, то удобрение гранулированное, которое вы видите в садовых магазинах, и это удобрение принципиально разные вещи. Если бы это было обычное удобрение на основе куриного помета, я бы не стала тратить ни ваше время, ни свое. То, что находится в этой упаковке, в четыре раза эффективнее аналогов. По сравнению с другими удобрениями, это более экономично. Но самое главное, что состав этого удобрения сбалансирован. И его можно и нужно применять в течение всего сезона. Особые свойства удобрения были достигнуты благодаря вакуумной низкотемпературной сушке. Это собственная разработка. У удобрения сохранился весь баланс элементов, который был в сырой органике. Норма внесения этого удобрения уникальна. 50 грамм на квадратный метр. И хватит на весь сезон. Более того, положительный эффект после однократного внесения сохраняется в почве в течение трех лет. Времени у нас до конца сезона остается не так много. А растениям на данный момент нужно дать доступное питание, чтобы они как можно быстрее его усвоили и потратили на свой рост. Поэтому из гранулированного удобрения нужно приготовить настой. Для этого нужно взять всего лишь 50 грамм удобрения и настоять 24 часа в 10 литрах воды. Ровно через сутки мы с вами получаем настой, который имеет темный чайный оттенок. Перед тем, как вносить подкормку, я делаю полив. Под каждый перец я буду вносить приблизительно 1 литр настоя на основе гранулированного куриного удобрения. Если вы внимательно следите за выпусками наших программ, то видели, что приблизительно 2-3 недели назад я высадила рассаду огурцов в эту теплицу. И они уже начали давать урожай. Такой прекрасный результат на гибриде бинго. Белые листочки этой диатомит, я пытаюсь с натуральными средствами бороться с вредителями, у этого огурчика возникла проблема. Вот видите этот край, как бы обожженный, светлый. Огурец не может усвоить калий. Этот экземпляр растет ближе всего к выходу, а у нас были ночи просто холодные, дождливые и сразу результат. Дело в том, что когда холодно, калий не усваивается. И решить эту проблему как раз поможет настой на основе этого удобрения. Просто даем его под корень. Еще раз повторю, что это питание быстрое. Это грядка с крупноплодной летней земляникой, сорт Камрад. После плодоношения я все листья срезала. И именно сейчас землянике нужно дать быстрое питание, чтобы она как можно быстрее восстановила всю свою зеленую массу. По традиции в конце рабочего дня собираем урожай. Вырастить его – это одна проблема, а переработать – другая. У меня три гибрида баклажанов – Андрюша, Бибо и Северный Индига. Это Андрюша, а это Северный Индига. Северный Индига, на мой взгляд, он более удлиненный. Кабачки у меня хьюга и ясмин. Молодые плоды я сейчас сниму. А взрослые пусть дозариваются, чтобы их можно было положить на хранение. Здесь, конечно, не видно всей картины, но урожай перца ближе к осени мы ожидаем просто колоссальный. Мои любимые черри, уверяю вас, вы не пожалеете, если посадите такие черри, как черри Валя или черри Вера. Это элитные черри. Именно их я использую, чтобы сделать томаты в собственном соку. Они не трескаются в консервации. Это пламя малиновый. Они не столько сочные, сколько мясистые. Литл Пинки, наивкуснейший черри. Просто настоящая красота. Это красавчик Котя. И шоколадные черри называются Миднайт. Оранжевый земледелец по-прежнему удивляет своим стабильным урожаем. Кстати, вкус у этих некрупных томатов просто отменный. Поцелуй, и этот сорт рискнула и посадила его в открытый грунт. Но даже здесь он просто потрясает своей урожайностью. Даже не знаю, сколько здесь плодов, но выглядит весьма эффектно. Вот так выглядит мое счастье. Просто обожаю черри. В теплицу я уже просто боюсь заходить. Зреют томаты очень быстро. Снимаю томаты покрупнее. Это Нина и Желтая империя. Наш любимый сокровище и инков. В кисти по 6 плодов. Еще раз вам повторю, я уже говорила об этом, что в этом сезоне своими вкусовыми качествами меня поразил развоплодный томат Pink Intuition. Если любите вкуснющие оранжевые томаты, это Amano Orange. С джекпота уже снимаем последние плоды. Он отдал урожай, и все равно их много. Думаю, в этом сезоне, в сентябре, семена должны всем достаться. Это знаменитый красный факел. Гибрид Mane выдает потрясающие результаты. Даже в прошлом году я заметила, что это не томат, а целое томатное дерево. Силы уже кончаются даже собирать урожай. Вот итог. Еще одна корзина. Хочу показать вам томат Золотая канарейка. В прошлом году я выращивала его в теплице. Он индетерминатный. Но посмотрите, если посадить в открытый грунт и сформировать его в 3-4 стебля, то его высота не превышает 1,20 метра. А посмотрите, какая урожайность и какой потенциал. Один из вкуснейших томатов Черная богиня. Это Версаль. Он кистевой, ранний, очень плотный. И ему нет равных в консервации. Томат вкусный. А это уже томат Барокко, также кистевой. Но он чуть покрупнее, он чуть попозже. И он более сочный. Я, как обычно, все пробую с грядки. Не боюсь никакой химии. Я ничего не обрабатываю. У него действительно у Барокко внутри много сока. Моя любимая Малиновая империя. Томат и вкусный, и урожайный. Софа, Кристиан и Диадема. Эти томаты в открытом грунте просто жгут. Посмотрите, какая урожайность. Перед вами томат Везувий. Собираю с него урожай, по-моему, уже третий раз. И посмотрите, сколько еще осталось. Он вяжет и вяжет. Поэтому Везувий, он получил свое имя вполне заслуженно. И я, кажется, опять не подрассчитала с корзиной. Уже хочется сказать, горшочек не вари. Но у меня целые заросли томата лапочка. Подводя итог, могу вам сказать, что все-таки делайте ставку на качественные гибриды. Они не подводят даже в самых экстремальных условиях. И это неправда, что они невкусные. В моей коллекции нет ни одного невкусного томата. Это чистая правда. Все эти гибриды тщательно отбирались, прежде чем попасть на прилавок к покупателю. Мои результаты далеко не рекордные. В связи с тем, что у нас была жуткая жара, плоды, конечно, не добирают своей заявленной массы. Но вы посмотрите на этот урожай. Но разве это мало? И все это выращено без единого применения комплексных минеральных удобрений. Исключительно мульча, бактерии и органические удобрения. Продолжение следует...